В студии «Город Плюс» заместитель генерального директора президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина Валентин Сидорин. Валентин, доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос о том, чем президентская библиотека отличается от обычной. Первое, в стране электронная библиотека. У нас нет бумажных книг, мы их оцифровываем, получаем в электронном виде из библиотек, других субъектов федерации, из-за рубежа, также из архивов, из средств массовой информации. У нас большой объем и видеопродукции, кинохроники, которая оцифрована. Поэтому это первое отличие. Ну и кроме того, мы являемся, наверное, в нашей стране самой общедоступной библиотекой. Не только за счет того, что мы в электронном пространстве, но и те, кто хочет к нам прийти почитать, собственно говоря, документы, которые у нас представлены в электронном виде, могут это сделать по вторникам, четвергам и субботам на Синадской площади 3 в здании историческом синода, где мы находимся. Для этого достаточно иметь при себе паспорт. Не надо быть ни академиком, ни доктором наук, даже высшее образование не обязательно иметь. Если у школьника в 14 лет есть паспорт, он может прийти и стать читателем президентской библиотеки. Плюс к этому читальный билет у нас единый для всех удаленных центров доступа к нашим ресурсам. Их во всех субъектах федерации более 500, плюс 30 стран мира. Поэтому, получив читательский билет, можно стать пользователем наших документов, читателем в 30 странах мира и во всей нашей России. А примерный объем документов, которые у вас тут находятся, это сколько? У нас находится сейчас более 600 тысяч отсканированных документов. Это большой объем, это много, потому что в основном это документы, к которым сложно даже подступиться в тех же архивах, в других библиотеках. Для этого нужно быть ученым, для этого нужно объяснить, зачем мы хотим увидеть ту или иную летопись, архивное дело или редкую книгу. А в электронном виде они у нас представлены, доступны. И мы даем возможность не только их читать, но и по правилам нашей работы можем их скачать на флеш-носитель, распечатать. Бывали случаи, когда пользователи или работники библиотеки находили те документы в электронных, о которых не знали даже хранители других архивов? Конечно, в архивных папках иногда находятся очень редкие интересные материалы, но даже в стадии переезда они находились. Например, был случай, когда у нас в одном из помещений просто случайно открылась папка «Архивное дело», и оттуда просто действительно вылетел лист с императорским указом Николая I о том, чтобы вдова Пушкина и дети поэта получали стипендию после его гибели, после его смерти. В архивах много загадок, много интересных материалов. У нас контекстный поиск электронных документов, и, например, мы, когда ищем какие-то материалы для наших читателей по поиску, то иногда бывает так, что, например, на слово «мандаты 1917 год революция» вдруг оказывается, что в наших фондах есть документы, подписанные Дзержинским, которые даже не были известны в архиве ФСБ, и которые, в общем-то, являлись, скажем так, не атрибутированными. А это интересные документы, потому что там Дзержинский расписался не под своей должностью, он расписался за коменданта Смольного. У него вообще была такая особенность, он расписывался за кого угодно. Но у него была подпись «Вездеход», и поэтому люди к нему приходили, и если он им доверял, то он ставил подпись, и человек с его подписью мог решать свои проблемы. И поэтому мы удивились, то есть настоящий ли это подпись Дзержинского. Отправили, да, сличили, в Музей политической истории задействовали. Да, подпись настоящая, документы были неизвестны. У вас проходят не только мероприятия, но у вас же огромный информационный центр. Выставки замечательные проходят у вас. О них можно подробнее рассказать? Да, у нас действительно очень активная выставочная деятельность, и очень хорошо, что она не только у нас такая научная и исследовательская, что, конечно, крайне важно, но хорошо, что мы даем возможность выставиться и тем, кто может быть в других местах, такой возможности даже не имеет в Петербурге. Мы в прошлом году сделали выставку и сделали проект, посвященный 75-летию первого исполнения блокадной симфонии Шостаковича в Ленинграде. И родился этот проект через выставку. К нам обратилась группа художников. Они сделали картины, посвященные этому событию, попросили их показать. Мы их оцифровали, сделали такую выставку и в электронном виде, и в виде аналоговом. Плюс к этому мы пригласили экспертов, музыкантов. И, в общем-то, получился прекрасный проект, который закончился очень правильно. Мы в этом году, к 75-летию прорыва блокады Ленинграда, уже в январе, оцифровали партитуру этой симфонии, которая хранится в ленинградском нашем Доме радио. Таким образом, она стала доступна не только очень маленькой группе специалистов, которые могут посвящать нотную библиотеку Дома радио на Итальянской улице, но и стала доступна в интернете, стала предметом исследований, потому что эта партитура содержит не только ноты, но и там есть интересные пометы, или Асберг, который дирижировал в филармонии во время первого исполнения. И плюс к этому музыканты, когда они исполняли эту симфонию, то, чтобы не уснуть, потому что время было голодное, тяжелое, они рисовали на полях, и они рисовали портреты зрителей, портреты друг друга и так далее. Это очень интересный такой документ. Поэтому, в принципе, много открытий, много интересного. И в ходе выставок, например, сейчас у нас идет выставка по истории нашего российского спорта на примере футбола. Очень интересно и актуально. Актуально, да. Чемпионат мира по футболу уже в самое ближайшее время мы принимаем. И получился интересный проект, который рассказывает о том, что, во-первых, как зарождался футбол в нашей стране. А эта история еще начиналась в конце XIX века. Был такой основатель игры в футбол в нашей России, Дюперон, который мы недавно открыли на проспекте Добролюбова памятную доску в доме, где он жил. А мы рассказываем о том, во-первых, чем он был вообще знаменит как личность. Он был многогранен. Он был юристом по образованию. Он работал, это тоже пересечение с нашей деятельностью, библиотекарем в императорской публичной библиотеке. Он там прошел путь от младшего библиотекаря до заведующего отделом Россики. Так как он интересовался футболом, он собрал в публичной библиотеке огромную интересную коллекцию книг по истории футбола. Это первые книги об истории футбола. Да. Он сам их писал, он их собирал. И мы это все в электронном виде тоже сегодня представляем у себя. И в фондах это все могут почитать, посмотреть. И плюс к этому на выставке. И также уже тогда, например, в начале 20 века уже проходили под организацию Дюперона первые международные матчи. Сборная Санкт-Петербурга, ну по сути это была сборная России и сборная Англии, сборная Швеции. И уже тогда он писал о том, что в нашей стране нужно принимать международные соревнования и так далее. И поэтому футбол, несмотря на то, что некоторые говорят, что эта игра от нас далека, что мы, в общем-то, не знаем, как в нее играть и так далее, уже исторически футбол давно в нашей стране. И чемпионат мира по футболу, который мы принимаем, мы практически еще в начале 20 века уже об этом говорили, к этому подходили. Еще из интересных материалов этой выставки я бы, наверное, отметил документы, связанные с вступлением нашей страны в ФИФА. Мало кто знает о том, что мы вступали в ФИФА дважды. Вот первый раз это был 1912 год, собственно говоря, когда была Россия и когда футбол у нас развивался. А после революции эта международная организация не признала вступление России. И мы второй раз вступили в ФИФА только в 1946 году, уже как Советский Союз. Поэтому мы дважды вступали в ФИФА. Поэтому путь наш на международной арене всегда был непрост, тернист. Но я думаю, что чемпионат мира покажет, что успех нас обязательно не минет. Скажите, Валентин, вам самому какие выставки из вами проведенных запомнились? Ну вот мне запомнилась выставка про Юлиана Семенова. Это была интересная выставка, которая родилась после открытия нашего регионального центра в Крыму. Потому что мы открыли там в Симферополе региональный центр. Один из многих. Я подчеркну еще раз, что во всех 85 субъектах Федерации есть центр доступа к президентской библиотеке. Вот мы в Крыму открыли. И в Мухалатке есть дом Юлиана Семенова. Там очень интересные энтузиасты занимаются им. И они нам рассказали много интересных фактов про дочерей, про то, что есть много документов, материалов. И мы сделали выставку об этом. И она пользовалась большим интересом, потому что там были представлены, во-первых, его записки. Он записывал интересные очень вещи. Во-вторых, там были его публикации. А Юлиан Семенов, ведь он не только писал исторические произведения, он был высококлассным журналистом. Он был журналистом, который не боялся, например, брать интервью у главарей фашистов, которые скрывались в Аргентине, предположим. И обо всем об этом рассказывал. Это целый детектив. Он работал как корреспондент во время Вьетнамской войны. И об этом тоже были у нас материалы, артефакты. Ну и вплоть до его удостоверений, там, советника, министра внутренних дел Советского Союза и так далее. Это была интересная выставка, очень хорошая. Мы ее оцифровали. Плюс к этому у нас была очень интересная выставка по истории ВЧК. В прошлом году было «Сто лет ВЧК». И тема, может быть, такая, как бы непростая. Но мы ее показали именно как тему, связанную с людьми, которые работали, там, с Дзержинским, который стоял во главе ВЧК. Это была неординарная личность. Он вообще боролся всю жизнь с бюрократией. И у нас есть такая книга «Последние три речи Дзержинского». С предисловием Молотова. И там как раз приводятся его три последние речи. Мало кто знает, что Дзержинский, он заканчивал свою политическую карьеру как председатель Совнархоза. То есть он командовал народным хозяйством, народными комиссарами Советского Союза. И он говорил о том, что нужно прекратить движение бумажек из департамента в департамент. Что бумажки руководят делом. Что надо прекратить всю бюрократию. Что надо кончать с произволом чиновников и так далее. И он так эмоционально это все говорил. И так переживал, что когда он выступил с третьей вот этой речью, он ночью умер. Вот, собственно говоря, человек, который победил беспризорность. Который беспощаден был к врагам революции и так далее. А бюрократия его победила. Получается так. Скажите, как вы видите роль президентской бюллетеки в жизни города? В городе мы находимся в самом центре Санкт-Петербурга. В, наверное, том месте, которое является одним из символов нашего города. Это медный всадник, адмиралтейство, Сенатская площадь, комплекс Сената, Сенода, Исаакиевский собор, Мариинский дворец. Поэтому, конечно, мы неразрывно связаны с городом. Мы являемся федеральным учреждением, но мы работаем в Санкт-Петербурге. И я скажу, что мы работаем и на Санкт-Петербург. У нас есть соглашение с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Сергеевичем Полтавченко о взаимодействии. Оно выполняется. Мы открыли в библиотеке Маяковского региональный центр президентской библиотеки. Во всех центральных библиотеках района мы тоже открываем центр доступа к своим ресурсам. Мы проводим много городских мероприятий. У нас каждый год город проводит образовательный форум Санкт-Петербурга. У нас проходят мероприятия Адмиралтейского района. У нас проводятся Пушкинские дни Приморского района. Мы активно работаем по экскурсиям с городскими школами, вузами, учреждениями. Мы, в общем-то, являемся неотъемлемой частью культурно-образовательного, просветительского и информационного взаимодействия, которое происходит в Санкт-Петербурге. Так что мы являемся действительно, надеюсь, друзьями в Санкт-Петербурге, и это подтвердят те, для кого мы работаем. Валентин, спасибо огромное. Я бы еще отметил особенно тот факт, что вы не только самая статусная, но и самая доступная библиотека в городе. Спасибо огромное за эту оценку. Мы стараемся, чтобы так было, потому что вот это величественное здание Синода, Сенатская площадь, да, и Президентская библиотека. Каждый должен знать о том, что двери этого учреждения открыты для людей, что оно работает во благо общества, что это информационный центр. Мы выполняем задачи, поставленные нам главой государства, определенные учредителем управления делом президента, и те задачи, которые требуются для общества, для жителей и города, и страны. Спасибо огромное. В студии «Город плюс» был заместитель генерального директора президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина Валентин Сидорин. Продолжение следует...